Стали известны подробности смерти 30-летнего казанца на острове Дружный на Волге. По предварительным данным, мужчину зарезали. Как стало известно, он был братом 17-летней Дарьи Максимовой, которую изнасиловали и убили в августе 2011 года на берегу глубокого озера. Дело 6-летней давности до сих пор не раскрыто. По факту гибели Ильи Максимова возбуждено уголовное дело по статье убийства. А сейчас ведутся поиски подозреваемых. Серьезная авария с участием трех машин произошла на проспекте Победы. Лада 14-й модели на всем ходу врезалась в Хонду, а та, в свою очередь, зацепила еще один автомобиль. Вскоре выяснилась и возможная причина столкновения. Водитель 14-й сел за руль в нетрезвом состоянии. Как случилось у вас аварий? Почему? Не знаю, подрезали. Кто? Хонда Цивик. Даже если кто кого и подрезал, то теперь это ровным счетом не имеет никакого значения. Не сбавляя скорости, 14-й таранит Хонду с такой силой, что иномарку закрутила и отбросила наехавший впереди автомобиль. Несмотря на большое количество очевидцев, водитель 14-й продолжал настаивать на том, что был всего лишь пассажиром. Вот только такие не отличающиеся особой фантазией отговорки в такой ситуации еще никому не помогали. Вы, кажется, водителя будете продувать? – После сильнейшего удара с Хондой машина виновника отлетела на забор и едва его не снесла. Чуть больше двух других машин в этой ситуации повезло автомобилю Hyundai. Ну а позитивный настрой водителя 14-й вскоре, вероятно, изменится. Как только он поймет, что отвечать за содеянное все же придется. И сумму ущерба за разбитые машины тут гораздо крупнее, чем штраф за нетрезвое вождение. Хорошо, что хоть никто из людей в этой аварии серьезных травм не получил и в больницу не отправился. Драку двух водителей запечатлел на камеру мобильного телефона очевидец этой самой драки. По словам прохожего, все произошло около 9 часов утра на улице Декабристов. В фотосутки участвовали водители автомобилей Largus и Solaris. По словам очевидцев, инициатором драки стал владелец иномарки. Якобы отечественная легковушка его не пропустила. И он решил проучить владельца лады и разбил стекло машины. Второй водитель себя в обиду не дал и пустил в ход газовый баллончик, а потом и кулаки. Но вот кто вышел в противостоянии победителям, осталось неизвестно. При въезде на Кировскую дамбу не разъехались длинномер и легковой форт. В момент аварии обе машины поворачивали с прилегающей улицы. С учетом габаритов грузовика, стоявшего посередине проезжей части, проезд этого перекрестка некоторое время был затруднен. Хорошо, что между мостами многотонной машины имеется металлический швеллер. Иначе в ходе такой аварийно марку могло просто затянуть под колеса грузовика. Машины столкнулись лишь по касателям, однако если для фуры это прошло незамеченным, то форт получил вполне ощутимые повреждения. Стекло, зеркала нет, лобовое разбитое, все. Ну, там мелче, я туда даже не загадывал. Для поворота на Кировскую дамбу на светофоре имеется отдельная стрелка, однако многие водители забывают о том, что правила этим не ограничиваются. Отсюда и возникают подобные неприятные случаи. С третьего ряда, повернул с третьего ряда, я с второго. В то же время амплитуда поворота фуры гораздо больше, чем у легковых машин. И это тоже стоит помнить. Инспекторы ГАИ вполне могут вынести решение об обоюдной вине водителей. Внедорожник «Лексус» столкнулся с 14-й на слабо освещенном участке дороги по улице Родина. Предполагаемый виновник аварии, которым оказался водитель отечественного автомобиля, признался, что в какой-то момент просто потерял контроль над машиной. Вы откуда ехали? С той стороны, получается? Сюда. С боровой. И что произошло? Что не произошло? Затормозил, развернул. В ночные часы, да еще в такую погоду, на этом отрезке улицы Родина стоит проявлять повышенную бдительность. Кроме слабоосвещенности, тут имеется небольшой изгиб дороги, где при определенных условиях можно потерять управление. И уж ни в коем случае не следует двигаться по обочине, состоящей в основном из влажного песка. Тут колеса машин моментально теряют сцепление с дорогой. Мокрый асфальт, ничего не сделаешь. Понятно. Удар сильный был, что ли? Да нет. Возможно, дело еще и в том, что молодой человек за рулем меньше года, и ему просто не хватило опыта. Однако экстренное торможение все же помогло. В ходе удара «Лексус» получил минимальные повреждения, как, впрочем, и машина виновника ДТП. В набережных Челнах в огне пожара погибли пять кошек и собака. Из-за короткого замыкания загорелся телевизор. Пламя перекинулось в комнату, где находились животные. Людей в квартире не было. Густой дым заметили соседи и вызвали сотрудников МЧС. На время тушения жильцов эвакуировали из подъезда. Недалеко от них, не находя себе места, беспокойно ходила хозяйка квартиры. В момент возгорания женщины дома не было. Сказала мне дворный чехол наш, что пожар горит. А что горит, мы даже не знаем. А там кто жит в этой квартире? Салтановы живут. Они дома были сами? Нет, она на работе была. То есть причины какие могли? Да, мы не знаем, какая причина. Пламя удалось быстро потушить. В квартире пострадала одна из комнат. Остальные покрылись копотью. Почти все домашние животные, пять кошек и собака, которых держала хозяйка, не выжили. Задохнулись в дыму. Тут надо как-то помочь восстановить квартиру и деньги собрать с подъезда, с дома. Пластмассовые трубы все заклинило. Менять надо сантехнику всю, чтобы соседей никого не утопило. По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание. В зале загорелся телевизор, который хозяева оставили включенным. В Приволжском районном суде завершается рассмотрение уголовного дела бывшего замначальника казанской колонии номер 2 Игоря Леонидова. Сегодня он выступил с последним словом, завтра ожидается приговор. В чем же обвиняют подполковника? Об этом расскажем в нашем следующем материале. Я прошу вас проявить понимание, гуманность, надеясь на него осягла. В своей речи подсудимый Игорь Леонидов в очередной раз заявил, что никаких взяток не брал. По его словам, все, что он делал в стенах колонии, было направлено исключительно на улучшение жилищных условий заключенных. Суть превышения власти служебных полномочий заключается в том, что материалами дела установлено. Установлено, ну, доказано, не доказано, сказать не могу, потому что приговора суда еще нет, что длительное время на территории справительной колонии номер 2 ремонтная работа помещений, в которых находятся осужденные, осуществлялся за счет средств осужденных и силами осужденных. То есть не за счет средств федерального бюджета, а за счет средств осужденных, что, в принципе, недопустимо. Как рассказал сам Игорь Леонидов, денег на обустройство колонии выделялось недостаточно. Однако содержать помещение было нужно. Тогда-то и появилась на свет эта схема. По данным следствия, родственники заключенных перечисляли определенные средства на банковскую карту. И уже на эти деньги осуществлялся ремонт зданий. Но следователь полагает, что не все отбывающие наказания добровольно занимались такой благотворительностью. Подобная система производства работ за счет осужденных и силами осужденных существовала и до моего прихода. Я лишь согласился на предложение мне, бывшим руководителем колонии правовой игры. Ну, понимаю, что это не оправдание моих действий, но это, по крайней мере, как-то их объясняет, какого-либо корыстного интереса или иной выгоды я не имел. Мы предъявили обвинение в том, что он якобы от одного из осужденных за покровительство и создание благоприятных условий получил в качестве взятки телефон Samsung, модель уже не помню, конечно, золотистого цвета. Мой подзащитный всегда по следствию утверждал, что никогда этот телефон от осужденного не получал. Свою вину Игорь Леонидов признал лишь частично. Несмотря на исключительно положительную характеристику Игоря Леонидова, гособвинение запросило для него практически максимального из возможных наказаний. Это 10 лет лишения свободы. Защита же с этим не согласна и считает, что, исходя из предъявленных ему обвинений, хватит и условного срока. Это еще учитывая, что последние полтора года он просидел в следственном изоляторе. Приговор состоится завтра в 2 часа дня в Приволжском районном суде.